Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня произошло такое, казалось бы, незначительное событие, но очень важное для меня. Рекс пришел сегодня с утра, мы с ним сейчас вдвоем на хозяйстве, жена въехала к внукам, а мы остались с ним. И вот сегодня в первый раз за все время, что мы с ним, он пришел ко мне и влезал меня от головы до ног, как говорится. Что это значит? Это делал Ричард, Рекс до этого никогда не делал. Это значит только одно в собачьем языке, что он признал меня полностью в качестве своего старшего вожака и показал свою как бы лояльность. И тем самым в стае животное показывает лояльность к своему вожаку. Не надо бедрости. Мы сейчас сидим на том месте, где умер Ричард. Вот здесь. Я до сих пор помню, как я его гладил, как мне слезы ручил, петли. Я ему говорил, что, пожалуйста, не умирай, дождись врача. Пожалуйста, не умирай, ну еще немножко, ну потерпи. Я ему обещал, что я не возьму ни одну собаку больше. Что никогда у меня больше не будет только дождись ричать. Ведь Ричард, он действительно, он был мне предан, вот до последней, до последней вот-вот ноготочка, какой у него был. А Рекс, он довольно-таки более самостоятельный такой, он более, ну, сдержанный, скажем так. В нем вот это как раз не наблюдалось до сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня это вообще не наблюдалось. И поэтому для меня это чрезвычайно важно. Он продолжает приглашать меня к игре. Но я сегодня не готов играться в игры. У меня такое меланхоличное немножко настроение. Это необычное видео сегодня. То есть я просто захотел с вами поделиться какими-то мыслями по этому поводу. Я, вы знаете, пять месяцев терпел. Ну как терпел? После ухода Ричарда я вообще два месяца не выходил на улицу, потому что каждый куст, каждая дорожка мне напоминала о нем. Давайте пузику почешу. Успокойся. Пузику это любимое занятие у щенков. Он все-таки еще щенок. Вот. Мне снился Ричард. Очень часто, очень часто снился мне. Я просыпался. У меня слезы текли. Казалось бы, ну что собака? Вы знаете, я сам из России, да? Ну собаки вон там бегают по улицам. Но это не сравнить, когда эта часть твоей души уходит. Это было очень тяжело и очень страшно было мне остаться без своего друга. У меня же здесь нет таких друзей, скажем так, как бы не то, что я не мог бы их иметь. Я просто как бы не хотел. Я сам по себе всегда был. Да, и фотографов здесь. Друзья, это с кем бы можно поговорить. О профессии, о жизни и так далее очень мало. У меня есть такой друг, он живет в Кёльне, тоже фотограф. Ну встречаемся мы крайне редко. Может быть раз в два года. А собака, Ричард, он был всегда со мной. Везде, 24 часа в сутки. И вот он тоже вот так же приходил ко мне. Я раскладывал ему ушки. Вот так. Вот он обожал это дело, когда я ему ушечки разложу. И вот так поглаживаю. И вот это соединение, что вот сейчас прямо у вас на глазах происходит, это неописуемое просто чувство. Да, это лечащее чувство душу. Вот. И несмотря на то, что он еще маленький, что он щенок, но он уже начинает себя проявлять как мой друг. Хороший друг. Ну, вообще, я вам скажу так, что собака, собака, это единственное животное, которое по своей воле живет с вами. Единственное. Кошка, она больше предпочитает дом. Я знаю много примеров из своей жизни, когда хозяева переезжали, а кот приходил на руины этого дома и сидел там. Ему неинтересны были его хозяева, и ему был интересен его дом. Бывают, конечно, другие исключения, другие случаи. Ну, просто я говорю, я считаю, что единственное животное, которое настолько привязано к человеку, может быть, что дельфины умнее, может быть. Но социально собаки нам в тысячу раз ближе. У нас здесь в Боне есть пещера, в которой нашли останки древнего человека, 14 тысяч лет. И это первое захоронение, где вместе с ними лежала собака. То есть, это первое доказательство, что 14 тысяч лет назад собака уже жила с человеком. И мы, венцы создания, которые мы себя считаем, мы считаем их своими подчиненными, мы считаем, что они все должны делать, как мы пожелаем того. А ведь давайте мы вас выкинем в лес, в тайну. И посмотрим, кто выживет через пять дней. Ответ очевиден. Собака слышит лучше нас. Собака, обо няни у собаки в миллион раз, наверное, выше. Он, собака, может видеть там, где вы вообще ничего не видите, в темноте. Или что? И я верю, что собака видит немножко другие миры. Она может так же, как и кошка. Поэтому говорить... А еще интересно, что собака понимает твой язык, да, команда или что. А ты-то нет, ты совсем не понимаешь собаку. Я был свидетелем, когда Ричард познакомился впервые со своим другом. Не надо, не надо, лежи спокойно. Я знаю, что у тебя зубы растут. Познакомился со своим другом. Берман, по-моему, его звали. Или Борн, не знаю. Я впервые видел, когда две собаки стояли друг то против друга. Немножко шевелили хвостами. Что-то там, может быть, мимики у них менялось. Но со стороны это не было видно. И когда они одновременно, эти две собаки, его новый друг, и он повернулись и пошли за гор, там небольшая горка была, потому что там был бассейн такой, небольшой бассейн, мелкий очень, где можно было искупаться. И вот представьте, тот повел его плечо в плечо в этот бассейн. И точно так же плечо к плечо они вернулись. Я был поражен, не на шутку, что как? Как он ему сказал, что там есть бассейн, пойдем искупаемся, братан. И это меня тогда очень сильно поразило. Я понял, что у них гораздо больше способностей, чем у нас с вами венцов творения. У нас больше хитрости. Мы более лукавые люди, да. Мы можем подстроить ему капкан, как вот я это делал, да, чтобы учить ему что-то делать. Но в природе мы не сможем им противостоять, если они того не захотят. И вот он уже 6 месяцев он пытается залезть на ручки всеми силами. Он еще помнит это ощущение на ручках у меня. Оно ему, видать, понравилось. Он до сих пор хочет его каким-то образом восстановить. И что я хочу, в общем-то, сказать, что вот я когда жил в России, у меня тоже были собаки, все. Но в России как бы повсеместно отношение такое. Ну, это же собака. Ну, в массе своей сейчас, не знаю, 20 лет меня нет. Это же собака. Это не собака. Это рядом с вами живая душа, которая действительно согласна с вами жить. И тут мне недавно один написал, что, да, ты неправильно, при всем уважении, ты неправильно воспитываешь собаку. Я свою овчарку пару раз пну, пару раз дам по морде, потом полдня не разговариваю, она все понимает. Урод ты, дорогой мой, если ты смотришь сейчас это, я его забанил. Ну, это действительно, это вот именно большинство, когда я там жил, там действительно так и относили к собакам. Я еще ребенком видел, как отстреливали собак раньше. Ловили и отстреливали собак. Ну, была опасность, бешенство и так далее, я понимаю. Но, тем не менее, вот при переезде в Германию здесь совсем другое отношение к животному. Рекс, прекращай, прекращай, пожалуйста. Ну, куда-то, ему же хочется еще и проиграться. Поэтому, а мой смысл моего видео сегодня, в общем, сходится к простой-простой формуле. Когда я ездил тут с русскими туристами, фотографировал их, они мне спрашивали, а почему у вас в Германии нет собак? Я говорю, есть, но они все дома. Они все дома. А если бродячих? Я говорю, у нас нет бродячих собак. У нас нет бродячих собак. Если собака потерялась, через пять минут приедет служба, возьмет ее, отвезет в укрытие, в этот дом для собак. И так как он не сечипованный, его быстро-быстро-быстро найдется. Вот. Поэтому, я только хочу сказать, ребята, любите собак. Любите, отдавайте им то же самое, что дают они вам. Любовь, доброту, ни за что. Просто так. Вот. Все, что я хотел сегодня сказать. Всего доброго, друзья. Пока.